Вторая смена у инспекторов ДПС Самары началась с так называемого развода. Заместитель командира полка Виктор Кузнецов на плацу управления перед строем довел до сведений инспекторов, на что во время рейда контроль трезвости следует обращать особое внимание. Сотрудники в погонах настроены серьезно. Приказывают вступить на службу по охране общественного порядка обеспечения безопасности дорожного движения. Принесение службы соблюдает дисциплину, законность, меры личной безопасности. Вежливо и корректное обращение с гражданами. Направо, по постам и маршрутам, шагом, марш! Самым грубейшим нарушением является управление транспортным средством в состоянии опьянения. Данные мероприятия мы проводим еженедельно. Мероприятие проводится не только инспекторами ДПС, но и с привлечением кабинетных сотрудников, штабных сотрудников. Московское шоссе вечера въезд в город. Инспектор ДПС досконально проверяет водителей в ходе рейда. Любое нарушение фиксирует. Радует то, что очень многие автолюбители соблюдают закон. Трезвые должны быть за рулем исключительно. Поэтому вождение в нетрезвом виде нужно исключать. Поэтому это очень важное дело, да. С каждым остановленным водителем инспектором ДПС проводилась краткая беседа. Проверялись документы. При остановке транспортного средства с водителем проводится беседа, при котором выявляются признаки его опьянения. Такие как запах алкоголя изо рта, поведение в соответствующей обстановке. А вот отказ от прохождения медицинского свидетельствования на наличие в организме алкоголя аналогичен уже установленному факту вождения в нетрезвом виде. И влечет за собой лишение прав на срок от полутора до двух лет, а также штраф в размере 30 тысяч рублей. Если в течение года водитель повторно сел за руль в нетрезвом состоянии, в отношении него уже будет возбуждено уголовное дело с возможной мерой наказания, лишением свободы на срок до двух лет. Елена Чернявская, Константин Головин. События.